Дискуссия непростая, но конструктивная. Так прокомментировал встречу советников лидеров стран Нормандской четверки в офисе президента Украины. Накануне в Берлине стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами Германии, Франции, Украины и России на саммите в Париже в декабре 2019-го. А также гуманитарные вопросы и безопасности. Консультации длились более шести часов. Советники взяли перерыв до 22 января. Как заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак в интервью агентству «Украинформ», Украина последовательно отстаивает свою позицию на всех встречах в нормандском формате. «Коли йде мова про війну, про життя наших людей, вони не можуть бути простими. Вони не прості, але сьогодні я можу говорити про те, що діалог був дуже такий змістовний, дуже багато питань було розглянуто. Знаєте, ми працюємо, ми не слухаємо, хто що там говорить, ми наполегливо, дуже принципово відстоюємо українські інтереси». Представитель России Дмитрий Козак, в свою очередь, назвав встречу откровенной и полезной. А в Министерстве иностранних дел Франции заявили, что работают над реализацией решений Парижского саммита лидеров стран нормандской четверки. Украина и Молдова обновят соглашение о свободной торговле. Об этом договорились президент Республики Молдова Майя Санду и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, странам нужно наращивать товарооборот и развивать совместные инфраструктурные и энергетические проекты. Также говорили о строительстве моста через Днестр и улучшении сервиса на пунктах пропуска. Кроме того, в ближайшее время страны планируют возобновить работу совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Президент Молдовы Майя Санду накануне посетила Украину. Это был ее первый после избрания зарубежный визит. На встрече с президентом Владимиром Зеленским договорились о новом уровне партнерства между странами, обозначили приоритеты и совместные евроинтеграционные цели. Кабинет министра в ближайшее время пересмотрит тариф на газ для населения. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, оба предложения от Минэнерго и Нафтогаза приведут к уменьшению сумм в платежках. Напомню, Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитало возможный тариф в 5356 гривен за тысячу кубометров, если ограничить наценку поставщиков. А Нафтогаз предлагает усилить конкуренцию на рынке. Тысяча тест-систем для определения антигена коронавируса на двух КПВВ Чангар и Каланчак. В ближайшее время на админгранице с оккупированным Крымом начнут бесплатно тестировать людей с симптомами коронавируса. И результаты будут готовы через 15 минут. О ситуации на пропускных пунктах расскажут наши корреспонденты. Сергей едет на машине в Черноморский район оккупированного Крыма проведать родителей. Чтобы подтвердить родство, с собой везет папку документов. Единственное требование на той стороне – это наличие родственников первой линии. Там предоставляется ксерокопия паспорта с местом прописки и свидетельство о рождении. У Ирины родственников в Крыму нет. Семьей женщина едет на полуостров, так как ее мужу там предложили работу. По приглашению было. Сейчас будем придумать. Мы даже не знаем, пропустят или нет. Пробуем. Потому что много возвращают людей. По разным причинам возвращают. В основном только близким родственникам пускают. Из-за ограничений со стороны Крыма непросто и выехать с полуострова на материк. У меня была такая проблема, что я еду на похороны не к близкому родственнику. Первый раз у меня спрашивали причину. Я ехала к доктору. Я должна была показать справку какую-то там. Я говорю, у меня нет справки. Говорят, в следующий раз мы вас не пропустим. Сейчас я еду по реальной причине, но меня тоже не хотели пропускать. Пошли на встречу, потому что у меня был с собой мамин паспорт. Он украинский. Украинские пограничники напоминают, на период усиления карантинных ограничений новых правил пересечения админграницы не вводили. Оформление процедуры прикладного контроля действуется в статном режиме. Поселиваются прикладные наряды. За период выходных святковых дней поток пассажиров, поток не сближился. Он, в принципе, у нас как переважно так и держится. Приблизно за дубу перетинают на КПК Ланчак от 350 до 500 человек. Для проезжающих сохраняется правило. Те, кто едет на материк, должны установить приложение «Диев дома» и пройти самоизоляцию или сдать тест. 7 января Кабмин разрешил при въезде на подконтрольную Киеву территорию проводить экспресс-тестирование на антигены. Их будут делать тем, у кого есть признаки заболевания или нет с собой смартфона. Мы готовы проводить тестирование, но есть некоторые юридические аспекты, в связи с этим мы прислали листа до Кабмин и Министерства охраны здоровья с проханием внести изменения в инструктивные материалы Министерства охраны здоровья, потому что в перелику осіб, которые подойдут обовязковому тестированию за медицинскими показниками, те люди, которые перетирают админный режим, не находятся встанно на сейчас. А в связи с тем, что это бюджетные деньги, мы должны отримать разъяснение. Пока ждут разъяснений, уже подготовили помещения и медработников. Тесты будут делать бесплатно на пунктах пропуска Каланчак и Чаплинка. Тут сдавала тесты, а когда приехала сюда, сдавала тесты. И там нужно где сдавать. Ой, там я платила, когда приехала целых 1800 гривен. Дуже добрый, я говорю, что будет безкоштовный тест. Конечно, добрый. Скорее к границу перейдешь. Для двух контрольно-пропускных пунктов Чангар и Каланчак выделят по 500 тест-систем. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсонская область, Твой дом. Ну, вы же там коронавируса зафиксировали в Германии, его выявили у семьи, которая месяц назад вернулась из Южноафриканской республики. Чтобы определить мутацию, образцы отправили в берлинскую клинику Шерите. Это уже вторая мутация, которую зафиксировали в Германии. А ранее власти заявляли о случаях инфицирования британским штаммом коронавируса. Он считается в два раза заразнее распространившегося из китайского Уханя. Рекорд смертности от COVID-19. За минувшие сутки в мире от осложнений умерли 15 711 человек. Наибольшее количество смертей в США – 4259. Более тысячи летальных случаев зафиксировали в Великобритании, Бразилии и Германии. В этих странах также одни из самых высоких показателей прироста заболевших. Украина на 17 месте по количеству случаев с начала пандемии. А общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 92 миллиона. Вице-президент США Майк Пенс отказался применить 25-ю поправку Конституции, чтобы отстранить Дональда Трампа от власти. Об этом Пенс написал в официальном письме и направил его в Конгресс. Он подчеркнул, что эта поправка закреплена, чтобы заменить нетрудоспособного или недееспособного президента, а не как средство наказания. Теперь судьба Трампа в руках у Конгресса, который сегодня будет голосовать за импичмент. Примечательно, что в республиканской партии, которая и выдвинула Трампа на президентские выборы, поддерживают его отставку. Президент непригоден. И теперь он должен добровольно или невольно отказаться от контроля над исполнительной властью. Почти полмиллиона новогодних елок продали в Украине. Сумма выручки около 40 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Гослесагентства. Кроме того, за незаконную вырубку составили 432 админпротокола. Браконьеров оштрафовали на сумму 180 тысяч гривен, хотя ущерб от их действий оценивают в более чем 800 тысяч гривен. Кроме уплаты штрафа, нарушители должны возместить ущерб, нанесенный природе. В Одессе придумали, как использовать новогодние елки с пользой. При жилищно-коммунальных сервисах открыли пункты приема от служивших свое праздничных деревьев. Их хозяева взамен получают сладости, а елки и сосны отправляют на переработку, где они превращаются в экологически чистое удобрение. Обменяли хвойные на конфеты и наши корреспонденты. Здравствуйте, мы вам елочку принесли. Спасибо большое. Возьмите, пожалуйста, шоколадок. Одесские коммунальщики раздают сладости. Всем, кто приносит в жилищно-коммунальный сервис уже отслужившую елку, дарят конфеты. Пока массово расставаться с праздничными деревьями, одесситы не спешат. Но пункт приема уже работает. Два-три человека в день приносят. Люди очень довольные. Не знаю, в основном приходят с детками, как бы детками интересно, это приятно. Десятилетняя Катя рассказывает, свою елку сдает, чтобы из дерева сделали удобрение для городских клумб. Потому что мы уже даем вторую жизнь. Год назад сбор новогодних вой провели ради эксперимента. Когда собрали более 20 тысяч деревьев, решили продолжать. Коммунальщики говорят, что не все сдают елки и сосны на переработку, но все же это помогает разгрузить мусорные контейнеры, да и древесина приносит пользу городу. Пункты приема открыты во всех районах. Пунктов приема 42. На сегодняшний день все работают, на всех локациях присутствуют люди. Выходные пункты открыты с 10 до 16.00. В будние с 9 до 17.00. Часть деревьев отдадут в местный зоопарк. Хвойные будут принимать до 1 февраля. Анна Городенцева, Арсен Подосян. Одесса. Твой дом. На этом у нас пока все. Канал Дом ТВ – это сайт нашего канала. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok